Только начал народ потихоньку втягиваться после праздников в рабочий режим, как снова на носу Новый год, по юлианскому календарю. Но с 1918-го, принято говорить, Старый Новый год. А возник такой праздник в связи с появлением в СССР Григорианского календаря. Наступает Старый Новый год в ночь с 13-го на 14-е января. Дело в том, что вообще новогодние праздники до революции, они не праздновались так широко, как мы празднуем сегодня. Главным праздником было Рождество Христово. И, соответственно, украшения елки, подарки и так далее, все это было связано прежде всего с Рождеством Христовым. Но о нам надо помнить, что Старый Новый год – это добрая традиция, которая имеет почти столетнюю историю, очень укоренилась у нас в народе и всегда под Старый Новый год мы также желаем друг другу всего самого наилучшего, здоровья, счастья и успехов в Новом году. Сегодня мы решили проверить, сохранилась ли у людей традиция отмечать добрый праздник, собирая семью за одним столом. Скажите, как вы собираетесь отмечать Старый Новый год? Как? С бабушкой. Вот я еду к ней в деревню и будем вдвоем с ней отмечать. Кругу семьи. Скажите, пожалуйста, как вы собираетесь отмечать Старый Новый год? Пока не знаю. Ну, к сожалению, Старый Новый год я не буду отмечать, потому что у меня завтра экзамен, я ваша коллега, поэтому я буду готовиться к экзамену. Сядем за стол, попьем чайку с тортиком и все. То есть в кругу семьи? Конечно. В близких, семьи. Но вообще нам этот Новый год, он теплее, потому что мы другое поколение, сейчас иначе отмечают. Отметить Старый Новый год значит не только отдать дань истории, но еще это отличный повод провести теплый вечер в кругу родных и близких.